Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наш гость сегодня Павел Козленко, директор Одесского музея Холокоста, жертв фашизма, историк, он писатель, автор нескольких книг, и, можно сказать, краевед, и человек, занимается изучением истории нашего края, заслуженный работник культуры Украины, кандидат философских наук, член Координационного совета Всеукраинской ассоциации еврейских организаций, и, кроме этого, еще член Общественного совета нашего областного государственного архива, но, понятное дело, кому как не вам входить в Общественный совет, поскольку, я думаю, что полжизни, как минимум, вы в архиве провели. Вы пришли не с пустыми руками, со своими книгами, которые посвящены этим годам. Давайте, наверное, не все побывали в этом музее, хотя, в принципе, музей открыт ежедневно, кроме выходных дней, и приходят экскурсии, и детки приходят, но музей, он, в общем-то, охватил разные, можно сказать, периоды нашей жизни, то есть от зарождения фашизма до обороны Одессы, оккупации Одессы и так далее, и так далее. Вот расскажите в целом о том, что можно поведать. Основная концепция нашего музея — это освещение румынской администрации в Транснистре, то есть нашей территории. Все в мире знают про Освенцим, все знают про Бухенвальд, но мало кто знает о том, что происходило в нашем городе, в нашем регионе в годы Второй мировой войны. Именно поэтому наш музей освещает территорию румынской оккупации. Территорию между Южным Бугом и Днестром — это часть Одесская, Николаевская, Винницкой областей Украины, и сегодняшнее Приднестровье. Ну вот вы, кстати, принесли с собой вот такой атлас, достаточно очень интересно, любопытно, емкое издание. Я вам сейчас покажу вот эту карту Транснистре, если мне получится. Да, получится, вот. Вот такая была территория. Балта, Любашевка. От бара Винницкой области сверху до Одессы внизу, вы видите. Вот и на этой территории, естественно, вот вы, наверное, видите, вот оранжевыми значками обозначаются лагеря смерти, желтыми — это гетто, вот, населенные пункты, где были созданы небольшие гетто, также отмечены. То есть видите, что эта карта достаточно плотно усеяна вот этими грустными местами, связанными с неприятными событиями. Это очень подробная карта, она охватила практически всю Транснистрию, и все известные на сегодня места уничтожения и депортации на этой карте отражены. Ну и в этом альбоме тоже собраны фотографии тех лет, да, и современные фотографии, все памятные места, вот, установленные памятники, захоронения массовые. Вот, и даже на территории нашего города тоже было, в районе Терраспольской площади. На территории города есть эта Пороховый склад и Резорская дорога, на Прохорском сквере мемориал стоит, это мемориальные доски на Красно-Свободской, где была джутовая фабрика, там в годы войны было гетто, временное гетто. В здании тюрьмы на водопроводной улице, на станции сортировочной, откуда были депортации, и многие другие места. Вот скажите, пожалуйста, для чего нужна эта память? Ну, смотрите, без памяти нет будущего. Если мы не будем помнить о том, что происходило вчера, мы не сможем построить нормальное общество в будущем. Мы не сможем воспитать наше поколение в духе приоритетности, в духе сохранения тех нравственных ценностей, которыми мы и живем, и живет наш народ, и наша страна. Потому что история, она разная, но есть такие вещи, которые черной нитью прошли через всю историю нашего государства. Холокофт одиннадцатик тем. Потому что полтора миллиона украинских евреев было уничтожено в годы Второй мировой войны на территории Украины. Я прошу прощения, на секундочку привык, у нас есть небольшое количество фотографий. Вообще, если вас заинтересует этот музей, захотите посмотреть побольше. Мы немного выбрали фотографии, чтобы не перегружать эфир. Но можете совершенно спокойно, так сказать, в интернете найти ссылочку, прогуглите Одесский музей Холокоста. И там есть отдельный специальный раздел, в который попадете. Там огромное множество фотографий, и исторических фотографий, и фотографии, связанных с сегодняшним днем музея. К сожалению, там есть фотографии, не могу бы это мне сказать. Есть фотографии, не стал я их брать для эфира. Но то, что периодически чья от рука поднимается, писать всякое неприличие... К сожалению, это присутствует в нашей жизни. Откуда это берется? С чего это? Это воспитание. Ну, наши годы черносотинцев-то ушли уже. Я так думаю. Смотрите, тут же нельзя на черносотинцы. Разные вещи двигаются людьми. Кем-то двигает... Кого-то двигает зависть, кого-то движет коммерция. Вы же понимаете, да? Это же все, что не бесплатно происходит. И когда такие вот какие-то непонятные моменты в истории страны, всегда вспоминают евреи. И как же не прийти, не разрисовать ворота здания музея? Это же проще, чем пойти в парке скамейки покрасить. Ну да. Так в парке скамейки тоже ломают. К сожалению, да. Давайте немножко расскажите о том, из чего состоит экспозиция музея. Что, собственно, вот какие, так сказать, вещи вы собираете людей, погибших, наверное, да? Фотографии, книга, маркировок. Да. Музей состоит за двух этажей. На первом этаже это у нас небольшой конференц-зал, где мы проводим различные мероприятия, презентации, выставки. Там же у нас находится библиотека с воспоминаниями переживших катастрофу. И также большое количество книг, посвященных Второй мировой войне. И есть отдельный фонд. Это видео воспоминания, записанные по фонду Стивена Спилберга. То есть это большой очень объем носителей исторической памяти. Это как раз то, что не позволит никому переписать. И нам это важно, потому что это единственный источник, рассказывающий о том, что было по-настоящему в те тяжелые годы оккупации. На втором этаже находятся непосредственно сами залы с экспозициями. Это зал посвящен зарождению фашизма, пакту Молотова-Риббентропа, началу Второй мировой войны. И, естественно, всему тому, что происходило до оккупации нашего города на территории Украины с еврейским населением. Следующий большой зал, где мы рассказываем об образовании Транснистрии, об обороне нашего города, об оккупации Одессы и о всех местечках, которых коснулась Транснистрия. Транснистрия образована на 13 уездов. В каждый уезд входили какие-то населенные пункты. И мы об этом подробно рассказываем. В следующем зале мы воссоздали маленький штател. Есть такое заблуждение, что когда пришли сначала гестаповцы, немцы захватили город, было страшно. А потом, когда пришли румыны, было все хорошо, весело, театры, школы работали, все было прекрасно. Но на самом деле это не совсем так. Смотрите, работали театры и школы. Но до этого уже большая часть еврейского населения была выстрелена из своих квартир. Часть была сожжена, часть была депортирована в доманевку Богдановку, в мечетку. Уже чужие люди таскали эти кровати. Уже евреев не пускали в свои квартиры, они уже юстились в подъездах и в подворотнях. Мы же об этом молчим. В Государственном архиве есть огромное количество актов, когда люди приходили и просили получить имущество своих соседей, евреев, которых депортировали. Были созданы целые конторы по распродаже еврейского имущества. Конечно, было прекрасно. Кого-то выгнали, кого-то убили, повесили. Остальным было прекрасно. Мы же однобоко рассматриваем тот исторический период. И, кстати, история знает то, что и доносы писали на своих соседей, своих земляков. Вот такое тоже было. Следующий зал музея рассказывает о том, как жили евреи до оккупации. Воссоздан маленький штэтл, еврейское местечко. Для того, чтобы школьники, приходя в музей, понимали, что это были мирные люди, что это были мастеровые люди, ремесленники, портные, сапожники, кузнецы, бондари, клейзмеры и так далее, которые никого не трогали. Резники. Резники, да, которые никого не трогали. На самом деле тронули целую нацию. Потом следующий зал посвящен праведникам. Тем людям, которые спасали евреев в годы оккупации. Это были люди разных национальностей, совершившие великие нравственные поступки. Иногда жертвуя и рискуя собственной жизнью, жизнью своей семьи, они спасали чужих людей. Порой чужих людей, вообще им незнакомых, они протягивали руку помощи. И следующий зал посвящен непосредственно победе, освобождению нашего города, освобождению Трансмистрии, Нюрнбергскому процессу, Бухарестскому трибуналу, потому что зло неминумо должно быть наказано, и мы об этом подробно детям рассказываем. В музее очень много интересных макетов, воссоздающих тот исторический период, для того, чтобы молодежи было легче понять и воспринять те трагические события того времени. Потому что, к сожалению, тексты не всегда кого-то трогают. В основном это большие фотографии, это макеты, и подтекст, это экскурсовод, который рассказывает детям и концентрирует их внимание на каких-то важных моментах. Музей бесплатный, ни за что деньги не платят, ни за вход, ни за посещение этой экскурсии. Это тоже очень важный воспитательный процесс. Мы хотим, чтобы об этом знали. Ну, собственно, да, можно в интернете найти, прогуглить, узнать адрес музея, там Малая Арнаутская, 111. Музей работает ежедневно, как я уже говорил, кроме субботы, воскресенья и еврейских праздников. Открывается музей в 11 часов и до 16 часов работает. Так что, если вас это заинтересует, можете подойти. Кроме этого, есть еще материалы, посвященные еврейскому сопротивлению во время оккупации. Есть еврейское сопротивление. Ошибочный тезис в том, что евреи не сопротивлялись. Евреи, на самом деле, героически воевали наравне с другими национальностями года Второй Евровой войны. Если мы говорим про лагеря и гетто, то огромное количество партизанских отрядов были воссозданы на территории трансдинистрии Винницкой области и в Балском районе. Это были евреи в партизанском движении. И в Винницкой области многие лагеря и гетто были освобождены евреями и партизанами еще до прихода Красной Армии. Такой мало освещенный факт, о котором мало кто знает и мало кто говорит. Огромное количество евреев трудились в Тулу. Это были директора крупнейших заводов. Это были авторы оружия, которое внесло свой вклад в победу. То есть об этом тоже надо рассказывать. И мы стараемся об этом рассказывать, насколько нам позволяет время экскурсии, позволяет площадя, чтобы выставить экспозицию. У нас вообще в Одессе есть еще тоже похожий, но немножко отличный от вас музей истории евреев в Одессе. Немножко другое. То еврейское наследие. Да, Миша Рожковецкий идет. Но там тоже они собирают и судьбы людей. Конечно. Ну, конечно, и какие-то предметы. Смотрите, чем больше будет музеев и мест, где будут об этом рассказывать, чем больше людей будут это все собирать, и эти знания транслировать будущим поколениям, это же прекрасно на самом деле. Это же хорошо. Ну, я вот признаюсь откровенно, я вот сейчас посмотрел вот эту карту, я впервые, так сказать, собственно, увидел карту Транснистрии, никогда раньше с этим не сталкивался, и меня поразило вот это огромное количество гетто, которое располагалось на территории Транснистрии. Только на одной территории Балтского уезда было 41 гетто. Только Балтского уезда. Их было 13. Да. Поэтому... И многих, очень многих людей расстреляли. Но эти все вот места захоронения, в принципе, уже установлены, и там установлены памятники. На всех местах захоронения, практически на 90% местах захоронения установлены памятники. Но, к сожалению, нельзя поставить памятники везде. Евреев пешком депортировали с Одессы в Доманевский район, в Богдановку. Пешком по дороге. Сколько людей осталось на ней лежать, мы через каждый метр не поставим памятник, к сожалению. Людей убивали, людей расстреливали, люди не могли идти, особенно, когда это выгоняли из Слободского гетто. Хенварь 42-го года, зима, холод. Вы же понимаете, и шли полураздеты с маленькими детьми. И это все трагически закончилось. Людей гнали в тот район Одесской области, тогдашний, на север. Там были коровники и свинарники. Людей загоняли в эти свинарники. Люди там умирали от тифа, от болезни, от холода, от голода. Вы составляете черные книги памяти. Насколько удается раскопать в аналогах истории имена этих людей? Очень тяжело. Практически невозможно. Сегодня практически невозможно собрать эти данные. Если человек сам не заявил о своих близких, которые погибли, это сделать невозможно. Румыны не ввели списки. Вы же понимаете, да? Никто не стоял с описью и не записывал имя, фамилию, домашний адрес людей, которых загоняли в пороховые склады на Сдорской дороге, на Толбухино и сжигали. Никто этого не делал. В 44-м году была создана ЧСК, которая ходила по дворам Одессы и составляла списки о евреев, которые проживали в этом доме и больше туда не вернулись. У нас большой фонд этих списков фотокопий есть в музее. Они сделаны прямо по улице. Там улица Камсара-Порто-Франковская, 103, например. Список евреев, фамилия, имя, возраст и были угнаны в гетто или были расстреляны и не вернулись. Такие списки есть. Но это часть только людей. Часть. Сколько погибло при депортациях, не дошедших до какого-то гетто, где перепись оставляли. Это очень тяжелый процесс. Смотрите, по данным института Элли Визеля, на территории Транснистрии было уничтожено более чем 400 тысяч евреев. Как их переписать? Кто эти списки знает? Никто не знает. Вы упоминали Нюрнбергский и Бухарестский процесс. Об этом еще подробнее. Нюрнбергский процесс мы все знаем. Это был международный трибунал, на котором судили высшее руководство Третьего рейха. Бухарестский процесс, про него мало кто знает. Это был 1946 год, когда судили маршала Антонеску, румынского вождя в 1-2 мировой войны, губернатора Одессы Алексиану и Пика Василию. Это был начальник жандармерии румынской, которых казнили и расстреляли. Большую часть арестовали, дали разные сроки, но после 1953 года их всех освободили. Потому что Советский Союз и Румыния сблизились, Румыния пошла по статистическому пути развития, этих людей освободили. И они так и не понесли наказание, как и многие другие, на руках которых лежит кровь и еврейского народа, и других людей, которые были уничтожены в годы оккупации. Ну и живы, наверное, сегодня еще вот эти люди доброй воли, которые спасали евреев, которые прятались. С ними тоже интересно встретиться и поговорить. Смотрите, мы с этими людьми всеми встречались, потому что все эти люди, они являются членами Одесской оригинальной ассоциации евреев, бывших узников гетто и на сельских фонслагерях. Есть еще в Одессе, слава богу, такая организация, более 350 человек. Это те люди, которые были в гетто-фонслагерях, которые сегодня живы, и многим за 80-90 лет, но они еще активно принимают участие и в музеи, и в мероприятиях по вековичной памяти жертвого коста, и в том числе сюда входят эти праведники, как мы их называем. Сегодня их осталось не более трех человек, которые живы, потому что в основном те, которые спасали на начало войны, им было 20 лет и больше, посчитайте. Это 95 лет, 97 лет. То есть все уже. Кстати, вы упомянули эту ассоциацию евреев, бывших узников гетто. Ведь по решению этой организации, собственно, и был ученый музей 9 лет назад, в следующем году вам 10 лет. У нас есть звонок, давайте мы послушаем, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, слушаю вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я, конечно, нервничаю, и поймите, это неправильно. Как вы относитесь к тому, что нас бывший мэр Гурлиц назвал переулок Сухевича в городе Одессе? Там, где вы говорите, вы загоняли склады, взрывали на Толбухино. У меня, говорят, очень много родственников погибло. Я даже вот говорить не могу. Как вы к этому относитесь? Гурлиц называет, Гурлиц называет, Гурлиц называет Оресу Сухевича. Ну, тут вы должны понимать, вообще мы политику, так сказать, стараемся обходить в нашем эфире сегодня. Вот. Но тут суть, я так думаю, не только в мэрии. Это просто было такое, так сказать, повальная по Украине украинизация сплошная. Смотрите, почему называли переулок Сухевича Гурлиц, что он назвал, но, конечно, спросите от Эдуардовича, он, наверное, лучше скажет. Но я вот еще вам скажу. Для меня, бесспорно, этот человек не является, Сухевич, героем. Не является для меня героем. И я не понесу цветы к его памятнику. Но я допускаю и уважаю другую часть Украины, разных людей, для которых он герой. Это их право. Нести к нему цветы. Это их право. Поэтому тут, как бы, смотрите, не надо сегодня в обществе, на мой взгляд, поднимать вопросы, которые нас разъединяют. Давайте объединяться вокруг каких-то идей. Построить мирную, демократическую, экономически сильную Украину. Давайте в этом все участвовать. Давайте воспитывать наше подрастающее поколение на примерах настоящих героев. В Украине огромное количество выдающихся людей. Художники, писатели, поэты, ученые. Вот эти люди. Давайте учиться на их поступках. Давайте учиться на их жизненном пути. И поверьте мне, придет тот день, когда мы не будем обсуждать честь кого, какую улицу назвали. Знаете, когда улицы переименовывали, то когда мою улицу, где я живу, переименовали, я думал, вот утром выхожу, да, она раньше была грязная, разбитая, темная. А вот переименовали, я выхожу, новая, асфальт постелен, фонари висят. Ничего не изменилось. Поэтому, ну, смотрите, одни памятники снимают, другие ставят, улицы сменяют, другие названия ставят. Ну, давайте будем выше всего этого. Ну, что можно обращаться, так сказать, к истории и вспоминать, когда-то была улица Красной армии, была она и Советская армия, она была и улица Троцкого в свое время, между прочим. Ну, годы войны были улицы Адольфа Гитлера, маршала Антонеску. Ну, так что делать? Дерибасовскую, Ивчкалова переименовывали, тоже такое было. Вот, ну, знаете, со временем время все рассудит и расставит на свои места. Я думаю, что, так сказать, мы как-то переживем вот эти все топонимические, так сказать, потоки. Вот, давайте вернемся к нашему музею. Вы, помимо всего, все собираете личные вещи, да? То есть люди приносят к вам в музей? Люди приносят какие-то артефакты, которые для них составляют важность, да? Кто-то приносит письма своих близких, кто-то фотографии, кто-то принес бинокль, с которым во время войны он и шел по городам Европы. Кто-то приносит документы, кто-то приносит воспоминания, кто-то приносит личные вещи. Это часы, которые висели в квартире, это какая-то мебель. Например, вот вы сказали о правильниках, у нас в одном из залов стоит мебель, подаренная, к сожалению, уже умершая правильнице народов мира Ириной Егоровой. Она нам подарила ту мебель, которая стояла у нее в комнате до войны, где она спасала евреев. Если люди приносят самовар, который у них стоял в доме до войны, то есть, смотрите, это важные вещи, потому что это те предметы, которым прикасались вот эти руки этих людей, большую часть которых уничтожили. Когда мы ездили в Баловском районе, мы были в селе Перелеты, там во время войны немцы строили военный аэродром. И они привезли узников, которые прокладывали вручную из гранитных камней дорогу от гетто до аэродрома. Слава Богу, уже там ничего нет. Остался, к сожалению, фрагмент дороги. Мы эти пару камней взяли и привезли в музей, потому что к этим камням касались руки вот этих людей, которые впоследствии были облиты водой, заморожены и погибли. Поэтому это очень важно. У нас большой фонд воспоминаний, рукописник воспоминаний тех людей, кто это все пережил. Это тоже, я считаю, золотой фонд музея. Это все очень важно. Помните, был такой фильм, очень нашумевший покаяние? Да. Вот, ну, можно сегодня сказать, что вот немецкая нация, немецкий народ, он, наверное, все-таки к этому покаянию как-то приблизился. Потому что мы знаем, что они уже, так сказать, спокойно евреи въезжают в эту страну, дают им вид на жительство, они там живут, получают даже пособие, эти люди, которые пострадали. А интересно, а румынский народ, как вот он пережил это покаяние, или они так просто закрыли глаза на это? Смотрите, тут очень сложный вопрос. Потому что, конечно, мы думали, что придет тот день, когда руководство Румынии, государство Румынии, извинится перед еврейской общиной Одессы за то, что они здесь сделали в годы оккупации. Конечно, этого нет. Тем не менее, в Румынии создан институт телевизора, свободно работает. В Румынии в центре города построен огромный мемориал. Румыния, в отличие от Украины, является членом Международного альянса памяти жертв Холокоста, куда Украина никак не уступит. В Румынии собираются до конца этого года построить государственный музей Холокоста. В Румынии даже они в этом году учили день языка идыш. То есть, все-таки что-то происходит. Все-таки что-то потихоньку происходит. Вы меня извините, у нас 3,5 минуты на до кончания эфира, а мы еще к вашим книгам не обратились. Давайте я хоть покажу нашим телезрителям. Вот Павел Козленко, документы и свидетельства, 1941-1944 год. Вот фрагмент вот этой карты, которую я вам раньше показывал. Иллюстрированная книга. Вот очень много собрано и фотографий, и документов исторических. Где можно с этими книгами ознакомиться? Музей. У нас в музее есть книги, да. Вот другая книга Павла, по другую сторону черты. Это как раз книга рассказывает о празднике народов мира Одесской области. И вот здесь обратите внимание, вот первый разворот, это иллюстрация, которую рисовали дети. Да, мы проводили конкурс детского рисунка, отобрали лучшие работы, и вот две работы вошли в эту книгу, в форзации, в концертную. Очень трогательный рисунок. Вот, и... Эта книга посвящена еврейским колониам, это уже еврейское наследие. Это монография моя вышла в прошлом году. Вот, но эта монография тоже есть, да? В музее тоже можно с ней знакомиться. Да, да, да. Это были евреи-земледельцы, это была середина 19-го века. Интересно, тоже тут старые документы собраны. Много интересных, интересные документы, списки. Много чего интересного. А скажите, пожалуйста, вот вы завсегдатой нашего Одесского архива, а много ли там сохранилось документов, вот, времен оккупации? В Одесском архиве огромные фонды, посвященные периоду оккупации. Огромные фонды на румынском языке и на русском языке, просто огромные. Если когда-нибудь так слягут звезды, что архив построит себе новое, огромное, красивое здание, где будет очень много возможностей работать и где будут сохраняться эти все книги и все остальное, то это вообще будет просто выше всего, что такое возможностей. К сожалению, как-то мы пошумели, пошумели об архиве и как-то утихло. Ну, вроде бы слышал, что собираются строить в области где-то новое здание, ну, не знаю. Ну, дай-то Бог, чтобы это так было. Что вы сейчас, над чем вы сейчас работаете? Наверняка же готовите новую какую-то... Смотрите, я сейчас работаю над погромами. Я сейчас собираю всю информацию, от всех погромов начинают Каливщины, весь поселитель, который собирается отмечать, согласно угасу президента, да, Умальская резня, мы-то все знаем, да, как это все происходило. До погромов, происшедших на территории Одессы, погром пятого года и так далее. То есть собираешь сейчас огромный пласт для большой такой вот хорошей статьи. И сейчас мы планируем издать книгу, это будет в переводе на русский язык воспоминание бывшего мэра Одессы в период оккупации Германа Понти. Очень интересное воспоминание, он очень интересно описывает, как он принял город, что было в городе, много чего интересного. С точки зрения истории, много чего интересного. Подытаживая наш разговор, вообще, действительно, Одесса, несмотря на то, что это один из, наверное, самых юных крупных городов Украины, потому что 250 лет, есть города, существуют по десятки веков, и более. Но, несмотря на такой юный возраст, все-таки, насколько насыщена одесская история, совершенно разными и трагическими. Смотрите, в Одессе жило огромное количество национальностей, внешних огромный вклад в развитие этого города. Огромное количество. И, бесспорно, в городе есть огромное количество интереснейших, увлеченных людей, краеведов, историков, которые пишут многие, книги издают, собирают интересные материалы, до сих пор еще открывают какие-то факты ранее неизвестные. В одном всемирном клубе одесситов, сколько там кладезь просто. Да, поэтому это все уникально. Ну, дай Бог, действительно, чтобы эта работа не прекращалась. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был Павел Козленко, директор Одесского музея Холокоста, историк, писатель, заслуженный роботник культуры Украины, кандидат в философских наук. Спасибо вам за ваш труд. Я думаю, что наша передача подвинет к тому, что те люди, которые к вам еще не попали, обязательно придут. Спасибо. Спасибо.